Глаз Народа Глаз Народа Работаю в финансовой службе Учусь в пятой школе, занимаюсь спортивным ориентированием Водитель 40-й год рождения, по профессии пенсионер Нигде не работаю, пенсии вполне хватает Я работаю в банке Я учусь в школе номер 2 на Парфенова Я в данный момент учусь в транспортном техникуме И, соответственно, работаю в Volkswagen в центре Ну и иногда изредка бегаю на лыжню России Своей любимой девушкой А я строитель И пожарные Часто ли вы ездите на лыжах? И чем вас привлекает этот вид спор? Ну стараюсь Я в детстве занималась лыжами Сейчас стараюсь, если есть возможность Выходные с дочкой на лыжах Выбраться на природу Я сам в Карелии уже, сказал, родился Поэтому жду нашу прекрасную зиму И не пропуская ни одного выходного дня Чтобы не побывать на фонтанах И, к примеру, на 10-й лыжный праздник Я здесь прихожу не ради каких-то сувениров, шапочек И прочих мелочей А то, что здесь собирается в любую погоду В прошлом году здесь был вообще 25 градусов мороза И были самые такие люди, которые без этого обойтись не могут Ну и с детства вообще есть зима Потому что я с Дальнего Востока сама, в Камчатке Поэтому с детства А как вот выходной день появляется, так и ездим Меня привлекается это самое поддержание здоровья в том уровне В котором мы были 50 лет, 40 лет Вот в эти годы привлекает, спорт привлекает Зимой лыжи, летом, осенью велосипед Вот так потихонечку и проходит время пенсионное Ну, раз в 20 в год я выхожу обычно В этот сезон месяц В настоящее время не так уж часто Ну, где-то, может, в неделю раз все равно я выхожу на лыжи Ну, привлекает тем, что дает много сил, много бодрости, во-первых Приходишь немножко устало, но, тем не менее, чувствуешь себя великолепно после лыж Чудесно себя чувствуешь Привавляется здоровье В свободное время постоянно Вот так вот Ну, лыжи – это всегда полезно Это всегда свежий воздух Это всегда хорошее настроение Это всегда друзья рядом на лыжах Это здоровье Езжу по выходным, привлекая тем, что можно просто развеяться, подышать свежим воздухом Ну, если честно, я сейчас в последнее время не часто В связи с работой, учебой, как бы заканчиваю сессию Соответственно, а так, как бы раньше часто ездил Как бы мне нравится лыжня, то есть здоровый образ жизни Соответственно, набираешься сил, энергию На лыжах ходим каждые выходные Ну, и сегодня, естественно, мы вот с друзьями, с дочкой Как все горожане, наверное, вышли на лыжню Свежий воздух, природа Экстрим Как вы думаете, нужны ли нашей стране подобные массовые лыжные мероприятия? И в чем их пользуют? В чем? Здоровье Общение Ну, не часто сейчас в нашей жизни праздники бывают И вообще очень здорово, что вот такие праздники организуются Я считаю, что не только лыжные массы должны быть Вообще массовый спорт И особенно для молодежи, для ребят, для молодых людей Массовость – это первый шаг в профессиональный спорт Ну, я вот первый раз, мне кажется, вообще здорово Нужны, конечно Ведь это не важно, что спортсмен или нет Главное, что встать, выйти, отдохнуть, пробежаться Это большое удовольствие Много народу вышло подышать воздухом Не сидит дома на диване То есть в здоровом теле, здоровый дух То есть люди меньше вредных привычек у них появляются То есть они избавляются И, ну, это, думаю, надо развивать И чем больше, тем лучше будет Ну и популяризация спорта происходит, именно лыжного Все-таки у нас в Карелии такой край Где мне кажется на лыжах Просто сам Бог велел кататься Надо привлекать как можно больше людей к этим мероприятиям Особенно детей А до воспитывания с самого детства Любовь к лыжам Привлечь всю молодежь к этим мероприятиям И дать понять, что именно в спорте здоровье В спорте жизнь И в спорте продвижение Да здравствует спорт, да здравствует жизнь Когда-то карельские лыжники были одними из лучших В Советском Союзе И в России, и даже в мире Вот сейчас стали сдавать свои позиции Что нам нужно делать для того, чтобы вернуть былую славу? Как вы думаете? Ну я думаю создавать лыжные базы Такие уже современные и скоростные Ну и детей привлекать Больше пропаганды Спорта вообще При общении к спорту К любому виду спорта Если это будет такое увлечение То можно найти там и людей, которые будут защищать страну И на мировом уровне Заниматься лыжами, ходить на лыжи Готовить подрастающие поколения Ну больше заниматься спортом Привлекать детей своих На лыжи вставать чаще с ними Ну и как бы всю эту жизнь воплощать Нужно финансирование Надо, чтобы помогали людям, которые готовы воспитывать и тренировать детей Надо помогать финансово От материальной базы нашей технической Очень тоже много зависит Ведь в Петрозаводске Вот смотрите, Курган Какой спортивный комплекс мощный А ведь в остальных районах республики у нас Слабовато, честно сказать Ну сортовали там еще ничего вроде А в основном-то Спортсмены раньше рождались оттуда Из районов Ну не знаю, там призы всякие поощрять Сколько народу Все пришли за шапками Ну я так думаю, что надо развивать Служный спорт у нас в Карелии Потому что, ну Для нашего края, мне кажется Слабовато, развито все Ну соответственно, я думаю Буду к этому стремиться И будет развивать Это будет намного лучше И все Опять вернется Проблемы в спорте те же Что и в целом у страны Будет страна развиваться и подниматься Будет и спорт возвращать Все, что мы утратили когда-то Тренироваться Тренироваться Еще раз тренироваться Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова